Жилищная служба города усилили работу по очистке кровель жилых домов от снега и наледи. Для того, чтобы привести их в порядок, задействуют специально обученные бригады. Все работы проводятся с соблюдением необходимых норм безопасности. Места вероятного схода льда и снега ограждаются сигнальными лентами. Погода внесла свои коррективы, поэтому фронт работы специалистов коммунального хозяйства увеличился. Как производится очистка, проинспектировала глава Самары Елена Лапушкина. Контролируем кровли, смотрим очистку тротуаров. Товары очень скользкие, во всяком случае, то, что я сейчас видела. Управляющим компаниям нужно быть активнее и быстрее отрабатывать свои кровли. Работы по очистке кровли и дворовых территорий велись по улице Куйбыш 18 и 63, а также по Чапаевской 69. На Фрунзе 101 состояние двора городские власти оценили на удовлетворительно. Здесь на выездах образовались большие лужи, которые вызвали нарекания у главы города. На данном этапе какая-то может быть несогласованность. Просто данный выезд не только к нашей управляющей компании относится, но и к соседней. Ну а еще, смотрите, погода, активное таяние. Тут можно не успевать утром убрать, за день уже все натаивает. Только в Самарском районе города ежедневно кровлю очищает до 25 бригад. Если расчистка снега и наледи ведется некачественно и несвоевременно, на обслуживающие организации составляются акты, которые потом направляются в ГЖИ, Мировой суд и прокуратуру. В минувшие сутки на очистке кровли в городе задействовали более 100 бригад и 254 единицы техники. В дневные часы управляющие организации планируют привлечь к работе более 300 дворников. Есть очень большой список замечаний. Замечаний и по кровлям, замечаний и по тротуарам. Безусловно, отрабатываем в ночь и посыпаем реагентами тротуары, дороги. Держим на контроле электрические сети, тоже есть риски. Промерзание. Открываем дужные приемники, чтобы вода могла спокойно уходить. Ольга Павлова, Мария Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова